Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Сегодня на Красном ТВ пройдет мероприятие несколько нового формата. Мы проведем коллективное интервью при участии Шторма и товарища Александра Ивановича Колпакиди. Интервьюировать мы будем сегодня представителя инициативы, которая прогремела на все наше отечество под названием «Студенты РГГУ против Ильина». Хотя, конечно, размах данной инициативы давно уже вышел за пределы учебного заведения, в котором она, в общем-то, изначально зародилась. И уже сложно найти человека в нашей стране, который не знает про то идейное противостояние, которое возникло вокруг фигуры Ильина. Чтобы задать основной ход повествования, мы подготовили вопросы, которые зададут лейтмотив в интервью. Но прежде, чем мы приступим, хотелось бы дать вступительное слово товарищу Колпакиди, а затем передать микрофон гостю, чтобы он смог представиться. Спасибо, ребята. Значит, что хотелось бы сказать. Ну, я не хочу тут читать лекцию, Ильина, не к месту. Уже очень много людей выступило. И даже вот очень информативное сообщение, я бы хотел обратить внимание, Кругиняна, с которым, конечно, в теоретической части касательно современности нельзя соглашаться, но про Ильину он прошелся очень здорово. Я бы хотел вычленить основное. Сейчас говорят, что вы выступили после против Ильина, а самого Ильина не читали. Но закономерный вопрос, а кто читал? Кто читал Ильина? Почему надо высшую, не какую-нибудь средненькую, там, невысокую, а высшую политическую школу называть именем человека, которого никто не читал? И на Западе-то, собственно, он не особо-то известен был до последних времен. И вот именно в связи с политической конструктурой современной он там на Западе и стал известен. Во-вторых, значит, я бы хотел отметить, что используется такой лозунг, что, мол, против Ильина выступают только иноагенты, сторонники Украины и так далее, враги народа и так далее. Ну, извините меня, против Ильина выступает масса людей, масса людей. И не все из них, и подавляющее большинство из них, никакие не сторонники Украины, никакие не иноагенты, никакие даже не либералы, хотя, да, ну да, допустим, если даже либералы выступают против Ильина, ну и либералы выступают и против Гитлера. Так что нам теперь и с Гитлером не бороться, и с фашизмом не бороться? На основании того, что либералы тоже выступали, по крайней мере, раньше, но сейчас уже у них мутное отношение к фашизму такое двурушническое, как Сталин бы сказал, но они выступали и выступают. Это все эти предлоги совершенно дикие, они просто нелогичные, они унижают человеческое достоинство тем в отношении тех людей, которым они адресованы. Что же касается, почему все-таки надо выступать против Ильина, потому что 9 мая, потому что главная дата истории, тысячелетней истории нашей Родины это победа над фашизмом. Это главный кульминационный пункт в истории России на сегодняшний день, потому что достижения Октябрьской революции, к сожалению, профукали, а вот это остается. И надо отстаивать эту дату, поэтому я думаю, что тут за Ильином стоят те силы, которые, во-первых, ненавидят Советский Союз. Что бы там ни говорили нам о единой истории, о том, что всякая история России это наша история, те, кто стоит, поддерживает Ильина, те, кто предлагает его именем что-то называть, они ненавидят Советский Союз, как его ненавидел Ильин. Большего ненавистника Советского Союза нет. Как вы знаете, когда он опубликовал свою работу о сопротивлении злу силой, против него не только Бердяев выступил, а даже Гиппиус, которая потом стала коллаборационисткой и профашистской глядов придерживалась. То есть он ненавидел все Советское. Он ненавидел жизнь наших дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек. То есть он ненавидел тот период истории нашей Родины, когда она стала величайшей страной в мире, сверхдержавой, великой страной, на которой равнялась большая часть человечества, которая вела за собой не только там социалистические страны и коммунистические партии, а огромное количество народов в капиталистических странах в Африке и Азии. Он все это ненавидел. Причем ненавидел, честно говоря, я не могу понять. Вот он вроде всю жизнь косил под такого доброго православного христианина. У него очень много книг, кстати, статей о любви и прочего. Ну какая же тут любовь, если у тебя смысл жизни, звериная ненависть к собственному народу и к собственной стране. Да, и прав был Дугин, очень прав, когда сказал, когда писал, что такого русского народа никогда не было, о котором пишет Ильин. Нет и не будет. Ну как говорится, богу вы лучше, его золотые слова. И еще хочу сказать, вторая причина, что он был фашист, это никуда не... Это ну от этого... Да, вот сейчас тиражируют одного ренегата, сына Гаянского революционера. Царьград на него ссылается, как на главного эксперта. Продался человек с потрохами. И он пишет, что нет, он там во время войны выступал в поддержку Советского Верховного Командования. Формулировочка какая. Да, он, конечно, был на стороне своего народа. Ну, хотя бы по отцу. И он был на стороне России, на стороне выдуманной России. Не существующей тогда России. И он, конечно, как и весь мир, да как и немцы, большинство немцев, был в шоке от этих ужасов в концлагерях и так далее. И это так. Но он продолжал поддерживать фашизм в Италии, в Португалии, в Испании. И это было и потом, и в конце 40-х годов и так далее. То есть он был фашистом. Ну, вы скажете, ну а зачем это надо? Вот сейчас нам фашизм. А я тоже скажу, для меня непонятно, зачем нам надо поддерживать сейчас человека, который был сторонником фашизма. И ответ, очевидно, может быть только один. Потому что фашизм по Дугину, ну фашизм по Ильину, и, кстати говоря, вот та теория, которую Дугин излагает, они подразумевают деление общества на, ну они по-разному называют там касты, страды, сословия. Тут есть расхождение между Дугиным и Ильином, конечно. Но одно объединяет. Наверху будут какие-то папики, хозяева, феодалы. Их будет охранять там какое-то воинство. А внизу будет народ. И причем объединяет их еще одна интересная деталь. Народ не просто должен пахать от утра до ночи. Он еще должен очень любить и благодарить вот тех, кто на самом верху. Вы знаете, я не знаю, видели вы нет, в царской России были такие картины распространены. Вот внизу люди, рабочие, крестьяне, выше там танцуют какие-то купцы, выше дворяне, там священники, и наверху царь сидит. Вот эта схема, она прочно запала в душу Ильина, который как раз был из тех, кто наверху сидел, его семья. И зачем это нам? Вот эти два фактора, его ненависть ко всему советскому, то есть ко всему, что связано с народом, что связано с самым выдающимся этапом в истории тысячелетней России. И второе, вот его стремление построить вот такое несправедливое общество, где, значит, внизу пашут с утра до ночи, и при этом крайне благодарны тем, кто их на спине там сидит, танцует и пляшет. При этом, еще должен сказать одну немаловажную вещь, это то, что надо понимать, что Ильин в 1934 году не отошел от поддержки нацизма. Просто сами нацисты, в силу своей тупости и так далее, оттолкнули от себя Ильина. Вот и все. А я уже говорил, это я не придумываю. Ему дали ногой под зад, кованым сапогом, по копчику, очень болезненная точка. Особенно, если сильно бить. Поэтому он очень был обозлен. Но, тем не менее, он из Германии-то не уехал. Его заподозрили, что он там какие-то связи с масонами имеет и так далее. И он в Германии еще оставался после удара по копчику 4 года. И спрашивается, а что ты там делал? А он работал на евангелическую церковь, которая, как я понимаю, поддерживала режим. Ну, вот та часть, которая поддерживала. Там были, я так понимаю, сторонники антифашиста. Но он как раз с этой частью работал. И он уехал совершенно спокойно. Вывез мебель, кастрюли, всю библиотеку, архив. Это что? Такой борец с нацизмом? Извините. И главное, что он все годы, когда был в эмиграции, сотрудничал с такой организацией, как Антикоминтерн или Лига Абера. Центр которой был как раз в Швейцарии. Которую возглавлял там швейцарский адвокат Абер, который прославился, защищая убийц нашего дипломата Воровского. И вот, если вы почитаете, ну, кстати, где вы почитаете, об этом ничего не пишут толком. Что меня больше всего поразило, ребята, что эту Лигу финансировали олигархи того времени, банкиры, промышленники напрямую. То есть она не через государственные структуры, фонды получала какие-то баблосики. А напрямую их финансировали. Она действовала. И, кстати говоря, вот Франко стал фашистом. Генерал Франко, лидер итальянского, испанского фашизма, франкизма. Он стал фашизмом, именно начитавшись в молодости бесплатного журнала этой Лиги Антикоминтерновской. А почему бесплатно? Потому что у них было много денег. И они молодым перспективным политикам, офицерам рассылали этот журнал бесплатно. И вот, я не знаю там еще кто его читал, но, по крайней мере, Франко начитался, свихнулся и до конца жизни боялся масонов, писал книги против них и так далее. И вот здесь Ильин играл очень главную большую роль. Наряду с другим эмигрантом, значит, там, Ладыжинским, который был правой рукой этого Абера. И еще раз хочу сказать, когда он был в Швейцарии, а он человек был крайне осторожный. Вы знаете, вот интересно, вот в человеке не было ни одной какой-то детали, которая вызывает симпатию. Ну, понятно, не всем быть красавцами, как Че Гевара. Не всем быть такими ораторами, как Фидель Гастро или такими суперменами. Но хотя бы какая-то должна быть черта, да, вот Врангель, против которого мы боролись, ну, действительно, он был смелый человек, смелый офицер, да, ну, не отнимешь. Александр Иванович, простите, пожалуйста, я буду вынужден вас прервать. Вы мне дали возможность товарищу представиться, а потом мы обязательно вашу линию повествований продолжим. Закончили мы на Врангеле, мы продолжим. Товарищ, пожалуйста, представься, расскажи о себе и о вашей инициативе. Приветствую всех зрителей. Меня зовут Стожек Станислав Витальевич. Я студент второго курса исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Я вхожу в оргкомитет инициативной группы РКГУ против школы Ильина. И также по совместительству возглавляю редколлегию, работаю над информационными ресурсами, редактирую все посты. Хорошо. Что-то хочешь еще добавить или мы приступим к вопросам? В целом давайте к вопросам. Хорошо. Итак, что касается ваших целей. Вот успели ли они оформиться, приобрести четкий образ за время вот этого идейного противостояния? Ну, у нас есть план минимум и план максимум. План минимум – это, разумеется, переименование этой школы. Потому что, ну, во-первых, я не против условно Российской Федерации, как бы это официально по Конституции у нас нет никакой идеологии. Ну, как бы, мы тут, никто эту революцию не делает, как бы, потому мы действуем в этих условиях. Следовательно, мы должны бороться, чтобы условно там две крайности каких-то не преобладали. И Иван Ильин – это как раз вот та ультраправая крайность, потому что можно исследовать идеи консерватизма. Или школу можно назвать именем Карамзина. Ну, Иван Ильин – это как раз и есть тот самый пример, когда вот этот вот консенсус, когда якобы образование идеологизировано, как раз снова пытается набегать, при том, ультраправо-враждебную линию, который человек, который когда-то очень сильно ненавидел, это государство, как бы к Советскому Союзу. У всех есть так или иначе вопросы, но он выступал против базово, против тех ценностей, там, мне кажется, любому человеку будут близки те ценности, которые лежали в основе Советского Союза. Это ценности народовласти, равноправия, гуманизма. Иван Ильин же, говорю, как бы для нас демократия не является какой-то важной ценностью, как бы. Спорят, был ли Сталин демократ, но, к минимуму, он декларировал и говорил о необходимости демократии. А Иван Ильин был врагом этого. Это, кстати, еще противоречит Конституции Российской Федерации в том числе. Хорошо. Теперь, что касается вот вашей программы «Минимум», программы «Максимум», вот как раз вопрос в продолжении этой темы. Ограничится ли на этом ваша кампания, или вы будете действовать и дальше проводить антифашистскую общественную линию, помогать, может быть, студентам самоорганизовываться и отставить свои конституционные и законные права? Очень хороший вопрос. Касаемо «Максимума», я еще не сказал, это вообще пересмотр полной цели этой высшей политической школы. Смотрим вообще, нужна ли она, корректно ли на нее средства тратиться, потому что у нас сейчас на самом деле на это есть большие вопросы. Разумеется, мы прекрасно понимаем, нас люди благодарят, что мы уже реально аккумулировали какой-то инициативный граждан, антифашистски настроенных, вот у нас какая поддержка. И план это формирование какой-то структуры студенческой, куда могут входить преподаватели, и это будет некий профсоюз. Возможно, пока мы еще не знаем, как он конкретно будет выглядеть, это еще дело будущего, но понятно, что нельзя останавливаться, надо продолжить, показывать, бороться за какие-то демократические преобразования, в том числе, чтобы демократить университеты, потому что пока относятся к нам со стороны администрации, вы кто вообще такие, вы что пришли, что вы тут лодку качаете? А мы студенты, мы никакая не западная разведка, как нас называл господин ректор, как это, ну, постят нас иноагенты, ну, мы не можем им ничего сказать. Хорошо, и вот как раз теперь уже продолжение этой темы, там, иноагентство, там, вот этих вот всех нехороших моментов. Вот многие пытаются интерпретировать вашу инициативу как политически мотивированную компанию, но вы категорически это отрицаете. Можете ли вы, вот, развить эту мысль? Имеете ли вы не абстрактные позиции против Ильина и так далее, а позиции за? За. Мы за что? Политическое, если тут рассматривать, мы какую-то, значит, модель преобразования подразумеваем. Если так, может быть, в какой-то мере можно так сказать, но у нас нет цели создания. Именно общественно-политическое движение с целью повлиять там на все государственное устройство. У нас позиции за. Мы за демократизацию образования, за то, чтобы студент что-то говорили. Мы за свободное образование от идеи фашизма в целом. На самом деле эти два простых лозунга, но мне кажется, очень лаконичные, очень правильные лозунги. Хорошо. Ну, понятно, да, что Ильин – это голос реакционных сил, что не принял советского выбора народов России и обслуживал вторжение фактически западных захватчиков на нашей земле. И очевидно, что современная его востребованность не что иное, как продавливание окончательного отказа от всех остатков советских благ. Бюджетных мест, пособий, восьмичасового рабочего дня и так далее. Вот. Также этот акт является, ну, вялотекущей, но попыткой реабилитации нацизма. И, как нам видится, покушением на территориальную целостность нашей страны. Поскольку, в принципе, такого рода действия, они довольно сильно дестабилизируют общественную ситуацию и общественный консенсус. Вот. Как нам видится, это будущее, которое хотят нам навязать враги России. Но, убрав одних, нам сунут других. Не Ильинта, Краснов, Власов и другие выродки. Нашему отечеству нужны адекватные авторитеты, коими могут быть прогрессивные деятели просвещения вместо фашистских лизоблюдов. Что вы об этом думаете? И кто может быть ориентиром, какая персоналия историческая в данном случае? Ну, по порядку. Ну, враги, на самом деле, есть определенные и внутренние, которые, как раз, мне кажется, я и не хочу их называть врагами. Это просто наши какие-то оппоненты, которые объективно обеляют. Проблема в том, что пока мы можем видеть товарища Сталина как государственника, такого красного монарха. Мы можем его видеть как революционера, коммуниста, который боролся за социальное равенство. Также с Иваном Ильином. Пока его видят крепким государственником. Но не как там человек, который говорил, что национал-социализм не ограничивается лишь только антисемитизмом. Проблема в том, что следующий шаг от вот такого восприятия, если они станут более последовательными, будет как раз дрейфовать в сторону Ивана Ильина как фашиста. И это очень опасно. Нам нельзя это допустить. Действительно, дальше пойдут Шкуро, дальше пойдут всякие Власовы, которого, кстати, Иван Ильин активно оправдывал. Что касаемо ориентира. Краснов, Каменский и прочие, прочие. Монаргейм, Врангель, переименование Войковской и так далее. Тут уже все это видели. Они это постоянно забрасывают. Про Врангеля мы помним, что закончили. Мы потом дадим вам слово, и вы продолжите вашу повествовательную линию. Да. Что касаемо наших ориентиров. Недавно, вот сегодня я рассказывал доклад на истории России XIX века, посвященный Александру Ивановичу Герцену. Я читал научные статьи, когда готовился, и там была одна очень мудрая мысль. За рубежом знают преимущественно деятелей левой мысли российской. Это там марксисты, это там Ленин, даже Троцкий. Это... Попунин, Карапоткин. Да, да. Даже Петерин Сорокин левый, в конце концов. Ну, относительно Ивана Ильина, все левые. А Ивана Ильина, а кто его знал? Ну, пока Владимир Владимировичу не начал цитировать. Кто, кому нужен был вот этот белый эмиграции, это какие-то люди, которые, как пока страна делал великий сверху. Кроме Бердяева, западные философы не знают никого. Никого из этого, так называемого, русского религиозного вождения, они не знают и знать не хотят. Только Бердяева. Да, я с вами полностью согласен. Но, кстати... Бердяева, который умер под красным знаменем победы, кстати. У него на Думе висел флаг. Ну, да, Бердяев наименее, мне кажется, спорный по сравнению с ними. Но, кстати, там в статье единственного, кого привели, кого знают, это Достоевский. Как такой почвенник, консерватор правый. И мне кажется, что как бы патриотизм настоящий, он сопряжен, когда ты любишь человека трудового. Обычного крестьянина, обычного рабочего, а не аристографа. Вот и Александр Иванович Герцен, как бы. Мне может его некоторые взгляды заключить, но он был гуманистом подлинным. Он говорил, Россия великая страна, у нее есть коллективизм. Люди борются за равенство, за справедливость. Вот он говорил, у него другой путь, чем у Европы. Мы можем сразу строить справедливое, правильное общество. Вот это, по мне, вот настоящий патриотизм был. Вот, если вы как бы боретесь за патриотизм, как по мне, именно вот в этом он уважается. А не то, что ты хочешь говоришь, там надо провести политический и этнический отбор, как писал Иван Ильин. Вот, по-моему, вот именно вот в этом должен заключаться патриотизм. И нашими ориентирами должны стать как раз гуманизм, равноправие. Хорошо, спасибо за ответ. Далее. Какие методы вы считаете ключевыми в достижении ваших целей? Что более всего помогает вам бороться с фашизмом в этом конкретном случае и в целом? Конкретно в нашей компании это информационное освещение, конечно. Сейчас, на данный момент, мы уже открыто об этом заявляем. До этого было доверение наших активистов, потому об этом не говорили. Это сбор уже очной петиции. Петиция на Change.ru, это скорее было просто первый шаг, при том не особо обдуманный, потому что на российских общественных инициативах, на сайте РОИ, там плохо, там сразу не оформили петицию. Поэтому мы пошли на Change.ru. Это была ошибка. Сейчас мы с вами очную петицию. У нас за три дня более сотни подписей студентов, при том без открытого объявления о том, что мы собираем. И, опять же, это способ, можно заявить, сказать, в скором времени будет учрежден профсоюз, и мы сможем спокойно от этого им не предоставить. Что касаемо следующих шагов, как можно вообще бороться с фашизмом, опять же, это бороться, в первую очередь, опять же, за историческую память. Понимаете это? Вот недавно у нас была встреча с депутатом Денисом Андреевичем Парфеновым 3 мая. Ему огромное спасибо. Там все, там собралась реально антифашистская общественность. Там, конечно, там не так много было человек, около 200 или 300 человек. Но, учитывая текущие условия, это очень много, на самом деле. И там были все воодушевые. Это, конечно, были и провокаторы с либеральных, и, ну, с ресурсов наших оппонентов, и наши вообще оппоненты. Но, конечно, больше 100 это были антифашистская общественность. Мы показали, что это не только диванные аналитики и те, кто в интернете сидят, а конкретно реально люди, которые готовы и действовать. И вот, я всех призываю, это уже хватит. Ведь сейчас у нас, в нашем университете действительно боятся административного давления сейчас. Как бы получилось это сделать. И на меня самого давили. Некоторых уже продавили. И люди, как бы многие, с кем я говорил, нас поддерживают, ну, процентов от 55 до 60, примерно, а 130 все равно, а 10 против нас. В целом, если вот эти 60% встанут, ну, мне кажется, это будет, наша цель как раз вот это и сделать. Хорошо. Смотрите, предварительно общаясь с вами перед интервью, с вашими товарищами, единомышленниками, вы упомянули, что деанонимизация членов вашего коллектива – это часть компании. Поясните, что вы имеете в виду? Это было изначально запланировано или это было ситуативным решением? Чем данное действие было мотивировано? Как вообще наша складывалась компания? Компания-то началась, в принципе, и стихийно. Как мы помним, там, братья, теперь были на других курсах люди, которые состоят в ЛКС МРФ, официально зарегистрированная молодежная организация. И триггером для них послужила встреча Александра Георгиевича Дугина, Константина Малафеева и вообще все руководство ВПШ с ректором, где там сразу стало ясно, что происходит. И решили, как бы, точить компанию, обратившись к старшим товарищам. А студентам объективно было страшно. Они расклеивали листовки, на них их вызывали на ковер, они ничего не могли ответить. Ну, действительно, как бы, когда тебя вызывает ректор, в том числе на ковер, и потому понятно, что... А тут и сказать-то, в общем-то, нечего на самом деле. Да, 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 как бы и тебе доказывают, что три часа, что ты цепсошник, хотя это очень странно. Конечно, как бы хотелось сохранить анонимность. У нас стали публичными лицами компании. Сперва это товарищи из ЛКС МРФ, это Ольга Серикова и Дарья Багина. Они нам помогают всячески, но со временем ресурсы наших оппонентов, не буду их рекламировать, все уже их знают, кому надо. Они началась откровенная травля в их сторону, вплоть до угроз физической расправы, поиск каких-то фактов биографии. И нам стало понятно, и продолжают давлять, а кто вообще такие? Вы боитесь того, что вы реально цепсо, что ли? Ну, мы поняли, что время показаться, показать своим примером, что можно не бояться это сделать. Сейчас все больше и больше наших активистов проводят, ну, показывают свои личности и своим примером показывают, что можно действительно бороться. Потому что, допустим, даже вот то, что мы... Довольно спорно на самом деле. Все-таки, как нам видится, ну, лучше, чтобы было некоторое количество публичных лиц, а чтобы остальные люди были все-таки сокрыты в рамках конфиденциальности остальной структуры. Ну, мне кажется, это спорно. Чем больше будет открытых, тем труднее будет их как-то репрессировать, исключать и так далее. Да, мы так же думаем, как Александр Иванович, в принципе. Ну, конечно, дискуссионный вопрос, но мы подумали, что лучше так. Тем не менее, наших оппонентов там одна поговорка есть про могилы исправят. И они продолжают. Недавно вышло мега-расследование на Царьграде, где доказывается, я не знаю откуда, что вы ЦИПСО, там приводятся личности депутата Парфенова, Исакова, Дарьи Багиной, там еще одним товарищем из ЛКС. Это вышло позавчера, и там ни слова нет ни про меня, ни остальных членов, студентов РГГУ, которые сделали дианон уже две недели назад. Ни слова. То есть... Обидно-то как, да? Да, да, мне даже обидно, я хотел появиться на этом очень сомнительном ресурсе, но, тем не менее, люди реально благодарят, как бы, и все эти знакомые, как бы, видят, что можно не бояться, и мы, я и товарищи, надеемся, всех своим примером вдохновить на это. Хорошо. Вот ты, товарищ, упомянул провокаторов. Вот как у вас обстоят дела с выявлением и изоляцией провокаторов, которые подбивают на осуществление незаконной деятельности? На самом деле у нас, как таковых провокаторов, которые как-то сознательно бывают, конечно, люди-радикалы, которые хотят большего, там, чуть ли не это делать, не понимают сути движения. У нас много людей из разных организаций, как бы, я сам из одной просто не буду говорить название. И они, хотя они попадают в наш фронт определенный антифашистский, но хотят проталкивать позиции своих организаций, они действуют из мистических интересов, подбивают на что-то. Давайте то говорить, давайте то говорить. Мы говорим, у нас абсолютно движение про другое, мы пытаемся их переубеждать, в целом, потому каких-то крупных конфликтов на данный момент дела, в целом, убеждение или принцип демократического централизма, когда меньшинство обяжено подчиниться большинству, работает вполне. Ребята, на будущее, те, кто активно на что-то подбивает и призывает, не нужно переубеждать, их нужно изолировать от коллектива. Можно один пример приведу исторически, очень важный для истории компрометации российского революционного движения. Как вы знаете, главная компрометация российского революционного движения, она, собственно, изображена в романе Достоевского «Бесы», это так называемая Нечаевская история. Ну, они убили одного из членов организации, Ивана Ивановича Иванова. Да, да, студенты Иванова, и всех их накрыли, они ничего не убили. За что они его убили, вопрос? За то, что он именно раскалывал организацию в интересах самолюбия, в интересах личного эго и так далее. Это, конечно, была огромная ошибка, не надо было его убивать, его надо было изолировать, да? Вот это очень важный урок, кстати. Да, да, верно. Единственное, что я, во всяком случае, слышал версию, что просто заподозрили студента Иванова в том, что он работает на охране. Так как он раскалывал, они сделали логический вывод, но это нельзя делать таких логических выводов, что он якобы может это делать по заданию, специально раскалывая. Вот это тоже очень часто обвиняют, это нельзя. Вот Ленин никогда не подозревал Малиновского, всех подозревал, кроме Малиновского. Именно Малиновский оказался провокатором. Итак, значит, допустим, вы добились того, что этот центр либо переименует, либо вообще закроет. Вы, как мы понимаем, планируете после этого заниматься какой-то профсоюзной студенческой ассоциацией, скажем так, да? Поскольку проблем у студентов в вузах очень-очень много. Насколько нам известно, в некоторых учебных заведениях в качестве стипендии студенты выплачивают смешные суммы в районе 1000 рублей, вымогают взятки. Или, например, в некоторых вузах преподаватели Самодуры специально заваливают студентов, чтобы потом загнать их на платные курсы и получить с этого деньги. Либо садистское удовольствие. Многие студенческие общежития находятся в катастрофическом состоянии. Планируете ли вы развивать свою инициативу в данном направлении? Разумеется, это, мне кажется, входит. Честно, на данный момент я особо об этом не думаю, потому что много тактических дел, у меня еще учеба, личная жизнь, все. Но, разумеется, об этом мы думаем. Мы думаем о том, чтобы студенты были не защищены, чтобы какая-то частная инициатива не подавлялась. Мне рассказывали знакомые из Питера, что там одна студентка выступала за улучшение условий жизни в общежитиях, и ее, ой, как неожиданно, завалили преподаватели. Чтобы вот такого не было, чтобы понимали, что за ними кто-то стоит. У них есть крыша. С текущим правком, как я понял, это абсолютно такая, как говорится, желтый профсоюз. Мы хотим это исправить. Действительно, стипендии у нас реально очень смешные. У нас в университете много проблем. У нас, извините, там все туалеты очень сломанные. Хотя вроде как... Зато есть Ильин и высшая политическая школа. Вместо того, чтобы нам делать нормальное списание, вместо того, чтобы историческое здание на Никольской улице, историко-архивного института, где печатный двор Ивана Грозного, было нормально реконструировать. И, к сожалению, у нас пока так. Хорошо. И напоследок задам вопрос, что вот дает вам духовные силы в вашем деле? Что питает? Что позволяет не ломаться под внешним прессингом? Расскажи. Поддержка. В первую очередь поддержка, когда ты понимаешь, что ты делаешь абсолютно правильное дело. Когда тебя поддержат, говорят, что вот какой сложной ситуации, вы боретесь против фашизма, молодцы. Когда к нам самое главное не просто поддержат, а еще присоединяются новые люди, включаются в работу. Вот это, конечно же, больше всего нас заряжает и поддерживает. Замечательно. Мы, товарищи Колпакиди, прервали на его повествовании относительно Врангеля. Не могли бы вы продолжить? Можно я скажу по поводу? Конечно, конечно. Я все-таки 14 лет преподавал в двух очень крупных вузах этого Санкт-Петербурга. И много общался, конечно, со студентами. Тогда, мне кажется, была ситуация в 90-е годы очень плохая для студенческого движения. Но тогда были профсоюзы студенческие. И в РГГУ, если я не ошибаюсь, были очень сильные лидеры. Один из них, правда, Исаев, стал в ряд с Мильяраном, Бернштейном и другими выдающимися ренегатами левого движения. Но не важно. И студенческая защита, студенческая солидарность. Я сейчас многое, не помню, в разных вузах были разные. Мне кажется, сейчас вот это было бы очень своевременно. И вообще, мне кажется, надо изучить, благо, ажи живы многие лидеры этого. Насколько я знаю, сейчас даже сборник был выпущен к юбилею студенческой защиты Костенко и другими. Ну, ветеранами. Вы могли бы их приглашать, с ними общаться, спрашивать. Они издавали газеты, Бумбараш, помню, такая была. Да, отличная идея. И, значит, я думаю, что вот это актуальная тема, студенческое движение в современной России, потому что без развития элементов гражданского общества у нас ничего не выйдет. Да, вот тогда еще, когда в конце 80-х, в начале 90-х годов создавалось движение тогда новых социалистов, там был такой Миша Милюйтен, он сказал, что у нас гражданской войны не будет, потому что нету граждан и нет гражданского общества. Вот это очень верная мысль. Все-таки, как ни крути, в царской России уже было какое-то гражданское общество, спор на какое, но было. А у нас сейчас его пытаются всячески уничтожить, в том числе с помощью Ильина и вот такого рода псевдотеоретиков. И что касается вот этой борьбы по поводу названий, вот у меня была дискуссия, мне говорят, ну зачем вот вы все вот это, у нас идет СВО, у нас такие проблемы, санкции, все. Зачем вы вот это устраиваете, эти провокации, возбуждаете? Ну кто ставил памятник Врангелю? Кто ставил? Кто заставлял их во дворе этого кадетского училища поставить, чтобы человек, который был карателем. Я не говорю, чей он был сын. Как говорится, родители не выбирают. То, что его отец был крупный, там воротило и так далее. Это, как говорится, не его вина. Но каратель порол и вешал крестьян. А что эти крестьяне? А вот это именно те люди, которыми Ильин был недоволен. И почему его критиковал Дугин? Это настоящий, они хотели жить по-людски, не голодать, чтобы их дети выживали, они не умирали там в огромном количестве. Они хотели самых элементарных, а Врангель их порол и вешал. И дальше вся его биография, значит, вот он взял, самое главное его достижение, взятие Царицына. С помощью кого? С помощью английских офицеров, которые сидели в танках и в самолетах. И без танков он бы никогда в жизни не взял этот Царицын. Это любой военный историк скажет. С помощью интервентов англичан. А какие договора он подписал с французами? Да ни один негритянский вождь за ящик водки такой бы не подписал. А Врангель подписал. И потом он создал Российский общевоинский союз и практически террористическую организацию. Да, это офицерская организация, но там было террористическое ядро, которое занималось терроризмом. И когда эта организация чекистами была дискредитирована, он с Ильиным и потом открытым коллаборационистом, власовцем фон Лампе, возглавили ее. Ильин был теоретиком. Кто-то, я думаю, никакой не купец загадочный, которого ищут уже 40 лет, найти не могут. А именно англичане дали ему эти деньги на издание органа этого обновленного РОВСа. И совершенно очевидные рекомендации, Ильина. И тот факт, что НТС самая злобная, самая продажная организация в истории, которую уже даже Михалков критикует. Я просто в восторге от последнего бесогона, где он рассказал про этот НТС. Но Ильин был их учителем, их кумиром. Ильин. И эти люди служили всем разведкам, которые были. Кстати, так же, как и бандеровцы в 30-е годы. Они конкурировали. И этот, кстати, Михалков правильно сказал, что они очень похожи. Как же мы можем бороться против бандеровского фашизма и тут же брать на вооружение этого Ильина, идеолога таких же российских уродов. А потом, после войны, как он относился к Советскому Союзу, как он поддерживал американцев. Почему Солженицыну? Это ставится лыка в строку, а Ильину нет. Ильин-то больше написал и высказал по этому поводу, чем осторожный Солженицын. Поэтому не мы раздуваем это. Мы не требуем, чтобы назвали эту вашу высшую политическую школу именем самого популярного русского философа в мире, а именно Владимира Ильича Ленина. Нету ни Сорокин, ни Анна Рейнт, ни Бердяев, ни Бакунин. Не сравняться по популярности, как философа, социолога и политолога с Владимиром Ильичом Лениным. Не сравняться. Это любой на Западе ученый скажет. Но мы не просим, мы понимаем. Мы понимаем. А почему наши оппоненты не понимают? Почему кроме лжи и кроме обвинений в предательстве они ничего не могут предъявить? Вот зачем это была история с Маннергеймом? Там стояли высшие люди государства. Перед ними маршировали какие-то там несчастные кадеты. А потом вынуждены были спрятать ее под Питером где-то в районном музейчике. Эту доску Маннергейма. И каждый раз, все время одна провокация за другой. Так кто разжигает конфликт? Студенты, мне кажется, молодцы. Они как раз борются за то, чтобы общество консолидировалось. Потому что никогда в истории нашей страны не было такого тяжелого периода, как сейчас. Очень тяжелый период. Учитывая международное развитие, учитывая развитие производственных отношений, научно-технический прогресс, который мимо нас идет в сторону куда-то. Учитывая то, что у нас друзья такие, что с ними никаких врагов не надо. Я имею ввиду Индию и так далее. Поэтому я думаю, что это очень хорошее дело реагировать на провокации. И каждый раз, когда мы будем реагировать, каждый раз они будут понимать, что они не полновластные хозяева нашей страны. Что есть народ, есть студенты, есть молодежь, которые все это видят и понимают. И это будет их сдерживать. Поэтому я каждый раз участвую в таких компаниях и всех призываю в этом участвовать. Это очень важное дело. Да, конечно, борьба там профсоюзная и другое, за какие-то повседневные экономические, социальные требования, это не менее важно. Но, к сожалению, сейчас вот именно Ильин стал вот той точкой, где пересекаются идеологии, интересы, политические заказы разных сторон. Мы на стороне народа, студенты с народом. Так было всегда. Всегда левое движение во всем мире поддерживалось студентами. Почему? Да потому что студент не повязан по рукам и ногам. С семьей, дитями, тещами и так далее. Он свободен в своем выборе. Он может ориентироваться в мире. У него огромное количество информации. Поэтому не хочу тут никакие комплименты студентам делать. Но объективно студент он больше видит и больше понимает, чем люди, которые пашут с утра до ночи, которых дома ждет жена со сковородкой и вопросом, где зарплата, голодные дети, злая теща, собака и так далее. Поэтому, еще раз говорю, очень важно создавать студенческое движение. Кстати, в Советском Союзе, я не знаю, это очень интересная тема, к сожалению, никто это, по-моему, уже кроме меня и не знает. Сталин после войны воспроизвел массу вот таких дочерних организаций. Ну, как бы при компартиях. Там Международная Федерация Женщин, Всемирный Совет Мира, профсоюзная организация, Федерация Демократической Молодежи. Огромное количество юристов отдельно было, ветеранов сопротивления. И была организация под названием Международный студенческий союз. Вот я предполагаю, что эта организация где-то сохранилась. Вот у меня мучают такие тяжкие сомнения. И было бы неплохо, если бы вы ее поискали, если она действительно сохранилась где-нибудь на Кубе или там, не знаю, в Европе, в Греции, может быть, чтобы вы тоже обратились к этой организации за помощью. Это было бы... Это организация чисто коммунистическая, они никакие не агенты, на ЦРУ не работают. Но я что-то давно о них ничего не слышал. Возможно, они участвовали вот в этом сочинском фестивале, который был несколько лет назад. Возможно. Возможно, и не сохранились. Это были чисто коммунистические организации, объединявшие студентов всего мира. Просто, мне кажется, я просто сейчас этой темой занимаюсь, все другие студенческие международные организации, это правда, они оказались на финансировании у ЦРУ, у американцев. И сейчас это уже вскрыто, все это опубликовано, и только вот эта организация, она была действительно студенческой, действительно боролась за права студентов. Вот, собственно, что хотел сказать. Еще сказать, что вы молодцы. Спасибо. Спасибо вам, Александр Иванович. Надеюсь, наше общее дело. Я хочу развить вашу небольшую мысль про оппонентов, которые действительно делают грязными способами, угрозу физической расправы. Говорят, что вот мы такие враги России, русофобы. А я считаю, что такие же люди и сожгли Дом профсоюзов. Да. Трагедия была. Мне хочу им напомнить, что там был сожжен член ЛКСМ, 17-летний. На фронтах специальной военной операции воюют отделения ЛКСМ в Бварде Сталина. Также в бригаде призрак множество членов КПРФ есть. Потому, пожалуйста, не упрекайте нас в каком-то, в том, что мы такие же бандеровцы и так далее. Нет, мы считаем, что бандеровцы это такие же враги, как Иван Ильин. Да, да, абсолютно согласен. Само спасибо вам, Александр Иванович, за поддержку и спасибо всем, кто на поддержку. Вам большое спасибо, ребят. Итак, вообще хотелось бы кратко поговорить об Ильине как философе. Вот как, товарищ Станислав, ты можешь охарактеризовать вообще как философа этого человека? Его философский концепт. Ознакамливался ли ты с его нарративами? Конечно, я ознакамливался. Я все-таки как, начиная будущий историк, студент-историк, обязан сам в этом разбираться. С начала кампании я начал сам в этом закапываться, изучать какие-то книги по фашизму. У нас есть целый штат межвузовской поддержки. У нас ячейки более чем в 30 вузах страны. Объединяем там около 400-500 человек по всей стране. У нас есть отдельный исторический отдел, который составил целую гигантскую таблицу. Справочник по Ивану Ильину. Мы переводим его работы с немецкого. Я, конечно, не так много читаю, как в историческом отделе. Но что я могу сказать в философии? Это правый гегельянец. Просто типичный. Из Гегеля есть условно два выхода. То есть левое гегельянство, которое превращается в марксизм. И правое, которое, в конце концов, переходит в фашизм. Когда у нас государство как высшая ценность, как возникновение понятия тоталитаризма, которое Ильин якобы критиковал, хотя всегда говорил, что государство – это все. Все везде. Если еще как о философии говорить. Ну, действительно, он пытался что-то там, какую-то религиозную философию развивать. Но мне кажется, он опоздал лет на 50 с религиозной философией. Правые силы на тот момент уже там отвечали каким-то субъективным идеализмом условно. Там вот-вот появится постмодерн, который куда интересней, чем философия Ивана Ильина, как по мне. Потому мне он как философ, он абсолютно непонятен. Там даже уже все. После революции, когда у него личная была сильная неприязнь, ну, может быть, небезосновательная. И он защитил докторскую по Гегелю. Собственно, насколько я знаю, он действительно был мощнейший списать по Гегелю. А дальше он записывал сугубо свои впечатления, смешанные с каким-то намеком на философию. Я даже его философом потом не... Ну, тяжело его философом назвать. Это просто... Проще говоря, публицист. Публицист, да, правильно. Притом, для меня не самый лучший. Потому что его прогнозы весьма сомнительные были. Это как бы, если мы будем говорить вне какой-то его политических взглядов. Как я лично оцениваю как философа. Я вам советую, раз вы там копаете так серьезно, покопайте вот в сторону вот этого антикоминтерна в Швейцарии. Скорее всего, он должен был продолжить с ними сотрудничать после того, как туда перебрался. Это раз. И во-вторых, покопайте, что за это за евангелические организации профашистские, на которые он работал, когда его из института попросили в 1934 году. И четыре года они его кормили, поили. Это интересно, мне кажется. Еще хотелось бы закрепить у дорогой аудитории понимание взаимоотношения Ильина с различными фашистскими режимами. Товарищ Станислав, ты бы как историк вот эти основные вехи в датировках еще раз проговорил. Это полезно подгружать в общественное сознание. Будущая история к совести ради. Я только, когда Александр Иванович мне далеко, но я то, что я лично сам изучил. В 1920-е годы в Италии приходит к власти Муссолини. Он говорит, Иван Ильин говорит, вот это правильные государственные силы, подобные белым, которые собрались, построили как надо. Нам оппоненты говорят, да он же зайка, и вообще бы он добрым был таким. Мне напоминать, что делали активисты муссолининского движения в период так называемого красного двухлетия, когда они буквально... Там такие истории есть, что аж волосы дыбом встают от того, как они женщин убивали, целые семьи. Как бы, по мне, как бы можно, конечно, коммунистов не любить. В некоторых есть реально какие-то претензии к ним. Но это не опорадует те бесчинства настоящие, которые делали против рабочих. Взяли условно такие же зверства, как на Украине в 2014-м делали. Все по одному и тому же сценарию развивается. Вот там тоже дома профсоюза зажигали. Потом Иван Ильин в 1933 году приходит к власти Гитлер. Он пишет статью «Национал-социализм. Новый дух», где он тоже говорит, вот оно, настоящие патриоты своей страны останавливают процесс большевизации. Они делают все правильно. Вот этот революционный дух национал-социализма, который возражает подлинное национальное чувство. Вот это прекрасно, что надо не только отстранить от власти коммунистов. Он даже говорит, надо социал-демократов, которые, простите, там после того, как Роза Люксембург вышла и Карл Либенехт вышли из СДПГ, там, по сути, остались всякие Бернштейны, которые ничего не сделали. Он даже их, говорит, надо уничтожить. И правильно вот Гитлер делает. Потом, разумеется, у Ивана Ильина были некоторые разногласия, при том, насколько я знаю, на него свои же доносы писали. Ну, как говорил Александр Иванович, действительно, он спокойно ему выдали визу в Берлине. Он уехал. Он уже во Швейцарии, он обвиняет Сталина в том, что тот готовит Великую Отечественную войну, готовится напасть, хочет поработить всю Европу. Мне кажется, у товарища Сталина как раз упрекаясь за то, что какие-то люди слишком левого фланга, за то, что он сидел у себя в СССР слишком из-за концепта социализма в одной стране. Но он обвиняет Сталина в том, что тот хочет захватить весь цивилизованный мир. О том, когда началась уже Вторая мировая война, он говорит, что Сталин вот это все развязал. А мне напоминает, что современная историческая, историко-политическая парадигма это просто мнение запрещенное о том, что СССР начал Великую Отечественную войну. Как бы Иван Ильин этому полностью противоречит. Иван Ильин говорил... Его бы сейчас закрыли. Он отрицал какие-то репрессии и зверцы со стороны Верхмахта СССР. Он про это почти не пишет. Он пишет о том, что жители, которые попали на территорию нацистской оккупации, о них там какие прекрасные условия, там демократия. А там свобода вероисповедания на псковскую миссию, возможно, намекает. Он говорит о власовском движении. Вот, смотрите, они хорошие на самом-то деле. Они просто бедняги. Хотя в конечном-то итоге, конечно, Ильин был против Германии. Он как бы... Нельзя сказать, что он прям был на уровне Краснова и Шкуро. Но это следующий логический шаг после его тезисов. Потому что он больше пишет... Ну, вы понимаете, в чем дело? Есть просто активные исполнители, вот, значит, которые выкалывают глаза рабочим и крестьянам. А есть те, кто этих рабочих и крестьян за руки держит. Вот такие трусоватые уникумы. И являются, вот, ну, как бы, почитателями Ильина. И, в общем-то, сам Ильин таковым человеком и был. То есть, фактически, сам напрямую не участвую, но информационно обслуживаю. И фактически являюсь соучастником. Я вам честно скажу, там, на самом деле, очень сложно его отношение к Великой Отечественной войне. Там я, честно, однозначно вам не буду говорить. Как бы это неправильно. Надо действовать в будущей истории. Значит, надо говорить честно, а не каким-то делом. Там все у Ильина сложно. Но факт, он говорит, что это выиграл какой-то абстрактный русский дух на тысячи комсомольцев и членов на тот момент ВКПБ ему все равно, которые положили свои головы, простите, сражаясь за это, за часть НКВД, которые тоже полегли на полях Великой Отечественной войны, которые первыми оброняли Брестскую крепость. Ему тоже, судя по всему, было абсолютно все равно. Он говорит, какой-то русский дух, великий русский дух, который победил, в конце концов. Он вот так рассматривает Великую Отечественную войну. Как по мне, это, ну, очень странно. А после Второй мировой войны, он, ну, известный текст о фашизме 1948 года, который все, думаю, присутствующие, многие, кто посмотрит наш ролик. С фрагментами уже, наверное, весь интернет ознакомился. Да, 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 фашизм, ну, он прав, ну, знаете, это там критика на уровне, как Троцкий, Сталин критиковал. Троцкий там, ну, нет, это не значит, что он там отказался, там, может, каких-то идей. Он говорит, ну, он был прав, ну, фашизм, ну, в целом-то, ну, были какие-то эксцессы, там, про Холокост он не пишет, про те преступления, которые на Нюрнберге было, он ничего не пишет. Он говорит, ну, действуйте, как Франко и Салазар. Франко, у него, насколько я знаю, не было вот этого желания внешней экспансии, действительно. Ну, вот действуйте, как они, как бы всем известно, кто такой Франциско Франко. Между прочим, в гражданской войне в Испании погибло много советских людей. Судя по всему, ему тоже абсолютно на это все равно. Потому как, по мне, он под конец жизни там, конечно, его нельзя там назвать прям гитлеровским типом, там, нацистом, все-таки. Ну, фашизм, это очень разноплановое явление, действительно. Как бы, вот, естественно, у Ивана Ильина не было вот такого расизма о Гитлере. Он даже говорил о определенном, с одной стороны, о том, что все нации равны, с другой стороны, говорю, некоторым нациям надо быть под другими нациями, чтобы служить Богу. У него такая есть очень хитрая цитата. И он остался последовательным сторонником солидаризма, вот этой кастовости общества, аристократизма, железной дисциплиной, которая будет просто в животных людей превращать для того, чтобы служить вот его там якобы справедливым идеалом. В целом, вот у меня вот такое мнение. Вот смотрите, хотелось бы проговорить один важный нюанс. Фактически, фактически, то, что мы сейчас обсуждаем, выставляет Ильина не как там даже философа или даже не как публициста, а в первую очередь как врага русской государственности как таковой. Данный индивид бегает то там, то тут, бегал то там, то тут, прислуживал то тем, то этим. Вот. Фактически, фактически работал на так называемых уважаемых западных партнеров. Вот. И фактически, фактически обслуживал их интересы. Причем здесь Россия вообще не очень понятна. Ну, разве что просто для красного словца. Ну, в его, собственно, сочинениях и в его миропонимании. Соответственно, соответственно, хотелось бы напоследок, пожалуй, сказать, что исходя из желания поддержать вашу инициативу, неизвестные сторонники Шторма регулярно осуществляют информационную поддержку на улицах. Недавно были присланы фотографии большой проделанной работы в столицах вашему контактному лицу. Надеемся, что эти послания тоже вносят лепту в общее дело. И, пожалуйста, с должным вниманием отнеситесь к тем файлам по безопасности, которые специально для вас скомпилировали неизвестные читатели Шторма. Если будут какие-то вопросы или потребуется какая-нибудь помощь или поддержка, мы рядом. Пожалуй, на этом все. Товарищи, выскажитесь. Всем огромное спасибо, кто нас поддерживает. Спасибо неизвестным читателям Шторма, которые нам тоже прислали очень хорошую справку. Если вы хотите поддержать нашу инициативу, пишите нам в сообщение группы РГГУ против Школы Ильина или в БОД в Телеграме. Работа найдется для всех. Распространяйте о нас информацию. Если у вас есть контакты с учеными или общественными деятелями, передавайте нам. Нам нужна любая поддержка. Рады были видеть вас на КТВ. До свидания. Приходите еще. До свидания.